Значит, соответственно, наш традиционный уже технико-экономический вебинар. Сегодня Алексей у нас в строю, но включаться он в наш вебинар сегодня и будет, потому что очень большая загрузка идет уже связанная с подготовкой к запуску платформы. И поэтому, так как я сегодня на рабочем месте, и слава Богу, что и самочувствие отличное, то есть отступило от меня наконец-то болезнь. И так очень много новостей, поэтому сегодня мы, друзья, с вами уже отработаем. Алексей будет мысленно с нами, он в комнате сейчас, но по загрузке сейчас мы несколько делим с ним именно все, что связано с платформой и со Skyway. Вот вчера у нас очень долго-долго шли согласования по направлениям по работе, потому что одновременно делается очень много направлений. И если мы закончили по Москве, это было где-то в районе, где-то около, наверное, часа ночи, то у Алексея в Челябинске было уже три часа. И так практически каждый день, поэтому сейчас нагрузку мы с ним регулируем. Тем более, друзья, что до запуска сайта остались считанные дни, там идут последние уже прям настройки и наладки. И, в принципе, будет большая блокчейн-конференция такая европейская, здесь в Москве будет более 10 тысяч участников, будут выступать основные специалисты в крипто-направлении. Я буду в этой конференции также принимать участие, репортажи с нее, скорее всего, дадим. И как раз к этому времени мы, конечно, планируем уже запустить и стартовать сайтом. Потому что сайт – это основное донесение информации, это основная позиция, которая есть, основные документы, которые есть. Поэтому готовимся к этому. Ну, друзья, что? Давайте к нашим, скажем так, последним новостям, то, что произошло за эту неделю. Вы, наверное, помните и видели, что наши стак, Андрей, сейчас я посмотрю, у тебя права включены. Все включено, отлично все работает. Вот, значит, вы, наверное, помните, что последний вебинар, когда мы проводили перед поездкой, я расскажу сейчас, и поездка была в Минск, где мы встречались. И уже с конструкторами, с разработчиками начали совместно практически реализовывать ряд вопросов, связанных уже в взаимодействии. И работу SkyWay на блокчейне, с привлечением специалистов КБ. И у нас были большие переговоры и большая работа с швейцарской делегацией. И можно сказать, что принято решение. Партнеры в лице представителя швейцарского кантона и Антонида Ильича Ленинского пожали друг другу руку, запустили этот процесс. Друзья, опять, мы не показывали все это в перископе. Мы не выкладывали это, потому что это уже рабочие процессы. Но однозначно можно сказать, что швейцарский проект стартовал. Уже начинаются сейчас трассировки, выделение земли, работа. Еще раз, друзья, я повторюсь, я на прошлом вебинаре говорил и сейчас. Мы не знаем, чем это закончится, дойдет ли это до практической реализации, сделает это, будет ли это действительно первый адресный проект. Но мы активно в этом направлении движемся, подключены все силы конструкторского бюро, потому что это первый. Конечно, это очень небольшой проект, там первая очередь будет меньше 10 километров в горах трасса. Но это, друзья, очень важно, что это именно первый проект, который и идет в Европе, и идет уже согласование всем заинтересованных сторон. Ну и второй, друзья, мы тоже об этом поговорим, очень важно, что это и подготовка на первый оцифрованный проект, потому что мы с властями Кантона и с Сен-Бердамина договорились, что мы будем делать все на блокчейне. Мы будем и размещение, и привлечение инвесторов, и, соответственно, всю работу уже делать с применением технологии блокчейн. И это закладывается сразу при начале реализации этого проекта. Поэтому, друзья, это можно сказать, что в прошлый четверг был большой-большой старт такой новой работы, и мы активно в эту работу включены. Теперь буквально в течение ближайшего месяца мы уже едем опять туда и на место, и будет запущена уже большая юридическая работа по оформлению всей работы. И увязки именно белорусского КБ, швейцарского фонда, компаний, блокчейна. То есть это, друзья, первый проект, на котором мы, конечно, будем все отрабатывать, все делать. И дальше наша задача, чтобы таких проектов у нас было сначала, может быть, десятки, потом сотни, потом тысячи, а потом десятки тысяч. И к этому, естественно, мы готовимся, и этот процесс сейчас активно идет. Поэтому, друзья, для нас, я не произношу уже такие слова, что я нас всех поздравляю, что это для нас большой успех. Друзья, это начало большой-большой работы. И здесь, так как это первый проект, повторюсь, здесь все приходится делать в первый раз, все приходится делать вручную, все приходится согласовывать каждый шаг и десять раз выверять и с экономической, и с юридической точки зрения, и с изготовлением. То есть все это идет таким полным ходом. Значит, что сразу произошло вслед за этим, вслед за этой работой, что наши партнеры, они имеют такой весьма разветвленный консалтинговый бизнес по всему миру, это те, кто именно являются консультантами и организаторами проектов Сен-Бар-Донима. Вот. Мы сразу же договорились, и они предложили Анатолию Эдуардовичу, и он тут же принял решение, что следом ставить уже второй проект, это проект уже в Аргентине, потому что там есть очень серьезные партнеры, которые имеют лицензии на разработку одних из ведущих месторождений залежа литиевой соли. И, соответственно, как вы понимаете, что литиевая соль, это сегодня стратегический продукт, это стратегический материал, потому что сегодня это основа для изготовления аккумуляторов нового поколения. И, соответственно, что с учетом, что весь мир движется уже к сторону электромобилей, электромашин, а Skyway это, в принципе, только роботы, движущиеся на электротяге, на аккумуляторах. Поэтому, соответственно, для нас производство и участие в проекте литиевой соли, это крайне важно. И самое главное, друзья, я эту мысль несколько раз сегодня повторю и дойду, что мы запускаем уже те бизнесы, которые идут на технологии, которые продемонстрированы, засортифицированы, испытаны и готовы к промышленному производству. В Швейцарии это небольшая трасса, там будет подвижной состав юнибайки и юнибусы, вот, соответственно, это спортивно-туристическая трасса. Дальше она будет продлена уже и исполнять пассажирские функции, то есть соединять населенные пункты сначала внутри кантона, а потом уже и во мне Швейцария. Дальше планы уже есть и пассажирской трассы дотянуть ее до Милана, а эта граница с Италией это меньше 80 километров. И дальше, конечно, эта сеть будет разветвленной по всей Швейцарии. Но, друзья, надо с чего-то начинать и самое главное первый шаг. И так как, друзья, на выставке и на трасс 2016 года юнибайки и юнибусы были представлены, вы помните, по нашей дорожной карте после этого они встали на ходовые испытания. Соответственно, эти полтора года проводились ходовые испытания и сегодня это технология, которая уже готова к внедрению. И, соответственно, сегодня идет формирование бизнеса, запуск проектов непосредственно с этой технологией. Второй сегодня проект, который сразу же стоит за этим, это транспортировка литиевой соли. Это наши юникары, то есть двухтонная машина, которая может до двух тонн возить. Соответственно, это также легкая путевая структура и это также то, что сегодня уже может изготавливаться и применяться в первых адресах. Естественно, что там сегодня объем идет не о десятках и даже не о миллионах тонн перевозки в год. Это довольно-таки скромный проект, но, друзья, опять же, он завязан будет на размещение, на выпуск специализированных утильки токенов. То есть именно те, которые будут вызывать, это все будет увязано на единой платформе, это будет все сопряжено с запуском нашей и платформы, и нашей внутренней электронной биржи. Это все, друзья, увязанные процессы и мы также уверены к этому идем и также сегодня приступили к этой реализации. Естественно, что юридические шаги, которые мы будем делать только после отработки швейцарского проекта, имеется в виду с какой-то сдвижкой по времени, потому что все-таки Латинская Америка, Аргентина, это свое законодательство, это свои нюансы, своя специфика. Естественно, что нарабатывая вот здесь, мы будем продвигаться. И это, друзья, как раз начало их процессов. И это то, что, друзья, я вам сейчас могу сказать, это то, в чем я принимаю участие, и то, что у нас согласовано и с Юницким как автором проекта, и как руководителем конструкторского бюро, это то, что можно доносить. Вы видели, наверное, что определенное время мы несколько, скажем так, очень ограниченно давали информацию о проектах, то есть тут даже начали возникать, что и как тормозиться, что почему нет информации. Ну, сейчас вы видите, информация пошла, и естественно, что эти процессы, которые я говорил, они идут параллельно с процессами, которые ведет личный Юницкий и Виктор Бабурин. И, соответственно, Павел, кто сейчас отвечающий за арабское направление, Юницкий на сегодняшний момент опять на переговорах в Индонезии, и, по-моему, он в Арабских Эмиратах, а Виктор в Индонезии. Я уже, честно говоря, друзья, за их перемещением в той скорости уже просто не успеваю следить, и у нас ради, знаете, такого уже действительно нашего скайвейского юмора, когда или Юницкий звонит, или я там Виктору, допустим, с чем-то связываюсь, первый вопрос сейчас, который задаем, это где ты сейчас находишься. Это действительно посмотреть, что когда ответы, что мы находимся в разных частях, зачастую континентов и стран, и все это, и это выглядит, знаете, действительно уже показывает уровень работы, потому что все мы сегодня занимаемся именно запуском проектов, уже отработкой конкретных бизнес-моделей, бизнес-схем, и это как раз, друзья, однозначно говорит о том, что мы перешли на новый этап. И мы видели, что после встречи, тут мне задают вопрос, а знали мы о смене дисконта, когда встречались в четверг? Да, конечно, знали, друзья, мы знали о смене, когда проводили конференцию для топ-экспертов и наших лидеров европейских в Праге. Это тоже была уникальнейшая конференция, друзья, более 150 человек из 25 стран мира, друзья, европейских. Вы можете представить какой-то проект или какую-то такую организацию, которая собирает 25 стран? И в начале мы действительно сделали очень, репортажи мы записи все покажем, прямых репортажов не вели, потому что это все-таки закрытая была встреча, именно направленная с топ-экспертами, с лидерами перед именно переходом на новый этап, поэтому информация была только для них. То есть мне тут задавали вопрос, очень обидно будет, если они узнают что-то, друзья, это их статус, это их работа. И, соответственно, очень много информации мы прям доносили, исходя из только что приехав с Минска. И даже на этой конференции, даже перед нашими лидерами, когда они разъезжались, мы не дали сроки, не дали вопрос по замене этапа перед переходом на 11 этап. И здесь как раз такой мини-отчет, он показал, что сделано за 10 этап, какие цели ставились, какие достигнуты. И полностью исходя из тех процессов, которые идут сейчас уже во многих там в Швейцарии, и в Аргентине, и в Арабских Эмиратах, в Индонезии, в Индии, вот уже сегодня однозначно можно сказать, что переход на новый этап, на 11 этап развития компании уже намечен, назначен. Назначен он на 23.59 11 апреля. 11 апреля как раз Юницкий и основная делегация инженеров будет на выставке в Арабских Эмиратах, где он будет презентовать проект Skyway и непосредственно машины уже очень высокопоставленным и чиновникам, и инвесторам из Индии, Индонезии, Арабских Эмиратов. И как раз это будет 10-11, и 11-11 мы будем ждать очень серьезных новостей, как раз связанных с переходом и с планами уже на 11 этап. И здесь я могу сказать, что несколько раз, помните, в чатах, когда мы списывались, что где же новости, я говорю, друзья, ждите, и на прошлом вебинаре мы говорили, что эти новости все на подходе. И точно так же сейчас могу сказать, что, друзья, основные то, что мы ожидаем и то, что происходит, это еще, друзья, только впереди. Но смена дисконта, это как раз индикатор того, что все идет по плану. Уверены в том, что мы быстро выполним 11 этап и будем готовы к переходу на следующий этап. Когда это произойдет, во времени это так же, друзья, все будет исходить только из тех реалий, которые сегодня есть. Поэтому 11-го мы ждем по окончанию выставки репортаж, как минимум репортаж Юницкого по результатам, ну и, соответственно, планы на будущее. Потом мы, когда были, тоже мы задавали вопросы о репортаже, который вышел сейчас Юницкого с Михаилом Кириченко, который показал, знакомые ли видели, конечно, здесь как раз мы с Алексеем когда были, обсуждались некоторые нюансы этого репортажа. Я, например, попросил заранее посмотреть, высказать определенные свои взгляды. Я считаю, что это очень своевременное, очень правильное обращение. Ко мне очень многие писали уже после этого, вплоть до того, что почему Юницкий выглядит таким уставшим на этом репортаже. Можно было сделать его повеселее, чтобы он там выступил. Знаете, друзья, это был рабочий процесс и действительно перерывах между двумя очень важными командировками. А с учетом, вот я вам могу сказать, что когда мы приехали в четверг, у нас была назначена встреча именно с швейцарской делегацией на 3 часа дня. Мы прилетели с Алексеем чуть раньше. До этого в 11 часов была официальная делегация очень крупного инвестиционного центра из Австралии. Это уже продолжение работы рода Хука. А перед этим, вы тоже, друзья, видели все в репортажах, была делегация госсекретаря очень интересной такой страны Сан-Марина, которую также рассматривали варианты за день до этого. До этого была еще делегация, о котором я знаю, но это уже информация не для такого открытого распространения. Поэтому, друзья, в таком темпе, в каком сейчас работает Юницкий, это очень напряженный. Поэтому и с другой стороны, и он повторяет, и мы постоянно, как мы это говорим, он не шоумен для того, чтобы кого-то веселить и делать. Он делает отчет перед партнерами, перед инвесторами о том, что проделан. Тем более, что какое-то время, пока шла самая глубинная работа по арабскому проекту, информации не доводилось, сегодня уже обозначены контуры, определенные сроки и определенные вещи уже в этом репортаже сказано. Поэтому, друзья, все идет. И давайте я несколько прям по этапам и по то, что Юницкий обозначил. Для нас это очень и очень важно понимать. Прежде всего, друзья, давайте вот с арабским проектом, как все новости, Юницкий сразу сказал, что я доведу и скажу только после подписания всех документов и оформления всех юридических особенностей, чтобы не было никаких дальше возможностей на что-то повлиять или что-то изменить. Это раз. Второе, что действительно прорабатывается вопрос. Очень многие задавались, что почему не начали строительство скоротной трассы в Белоруссии до сих пор. Почему вроде как затягивается эта работа с этапом. Здесь Юницкий тоже очень четко ответил, что исходя из 10 этапов, сегодня сделано намного больше, чем было заложено в меморандум 2013 года. И когда там определенные деятели такую активность развили, что давайте вносить меморандум в меморандум изменения по срокам, по целям, Юницкий сказал, мы ни в коем случае этого делать не будем, потому что меморандум это рамочный документ, это определяющий дорожную карту стратегию. И сегодня зачем вносить, если мы по тем срокам, по крупным, которые ставили, мы для себя выполняем. А то, что сегодня выполнена работа связана с юнибайком, с юнибусом, которого не предусматривалась легкая грузовая трасса, ее не предусматривала. И, соответственно, сегодня по то, что в 2018 году вначале уже предполагалось выйти на испытания скоростной трассы, это, друзья, тоже объективный процесс. Во-первых, лишний раз напомнили, Юницкий напомнил, что, друзья, у нас был такой момент с Литвой, когда более чем на полтора года притормозилась работа и даже откатилась на отрицательные позиции, потому что был подпорчен имидж, рисовали счета и было трудно начинать даже не с нуля. Но, тем не менее, это преодолели и разобрались с властями Литвы. Все это обвинения рассыпались в суде, вернули все средства, которые они незаконно удерживали. И сегодня уже Скайвей подает в суд и на Генеральную прокуратуру Литвы, и на определенных чиновников, которые нанесли реально ущерб проекту. И тоже надо знать всем, кто незаконно и, соответственно, нарушая все правила, мешает проекту, то за это рано или поздно также, друзья, надо будет отвечать. Это неизменная позиция, которую придерживает сам Юницкий и вся команда, и это будет неизменно. Поэтому мы к этому и готовимся, и к этому идем. Поэтому впереди сейчас уже будут судебные разбирательства, но Скайвей будет, Юницкий будет выступать уже не как ответчик, на которого плюют и пытаются напасть, а именно как человек, которому мешают развивать проект незаконными действиями. Еще раз это повторю. Поэтому это тоже часть работы. Поэтому об этом надо помнить. Это ни в коем случае, друзья, не оправдание о том, что связано. Нет, это просто нюансы, которые надо предусматривать. Но, несмотря на это, вся работа проделана, скоростная. Вот идет модуль изготавливается, вся аэродинамика готова, все узлы, компоненты готовы. И Юницкий четко обозначил, что машина к инотрансу, то есть к сентябрю, к началу сентября 2018 года, будет именно изюминкой инотранса. Потому что такой машины, в принципе, еще никто не показывал и никто не предполагал, что рельсовый автомобиль с такими уникальными характеристиками будет развивать скорость. Я первый раз от Юницкого услышал, скорость уже выше 500 км в час. Он очень аккуратно так говорит, что расчетная скорость уже будет 550, может быть даже 600. 500 гарантированно, это уже все рассчитано, подтверждено в аэродинамической трубе. Но сейчас уже реально закладывается скорость, расчетная скорость и 500 и 600 км в час. Естественно, что, друзья, это все будет подтверждено только экспериментально, потому что только эксперимент это мерило всей технологической мысли, инженерной мысли. Что только действующие прототипы, действующие образцы, они отвечают на все вопросы, а не красивые картинки, не красивые рассказы, которые там кто-то показывает и делает. Мы с вами сделаем целый большой такой вебинар, репортаж, посвященный именно анализу и сравнению характеристики с Hyperloop. Не потому что мы видим в эту конкуренцию, а потому что мы столкнулись уже в трех проектах одновременно. И Hyperloop предлагает свою технологию. И Юницкий просто по просьбе одной из сторон заказчиков сделал очень такой серьезный инженерный анализ расчет. И мы в ближайших вебинарах вам это покажем. Сегодня это не тема этого разговора. Теперь, друзья, вы заметили, наверное, что мы сейчас меньше стали давать ссылок, тем более слайдов, которые идут сейчас, чтобы строить это в режиме такого репортажа или в режиме доведения новостей. Потому что мы сейчас, у нас отработан механизм, и Леонид у нас работает, ну, сегодня, можно сказать, один из активистов Skyway, но который сегодня уже профессионально работает по доведению информации. Мы вводим, как это называем, боевой листок Skyway, где вставляются все ссылки, которые я упоминаю. Они там все есть, все фотографии и схемы, которые необходимы для восприятия. И делается даже более расширенный этот документ. Поэтому рекомендую всем этот боевой листок прочитывать, смотреть, потому что он более расширенный такой документ. И использовать его для передачи партнерам, потому что это на сегодняшний момент такой очень действующий механизм. Мы его переводим, по-моему, сейчас на 11 языков и доводим до всех наших партнеров, фактически говорящих на основных языках. Поэтому у меня тут некий сервис, что вы довольно-таки быстро раньше показывали, комментировали. Друзья, сейчас все-таки мы перешли к тому, что вебинар у нас один с Алексеем, мы убрали этот вечерний вебинар, но и расширили охват за счет именно такого информационного ресурса, который сегодня есть. Поэтому еще раз рекомендую всегда его просматривать, когда он выходит. Сейчас мы еще его меняем в формат несколький, что вначале будет на буквально треть страницы. Это основные тезисы, которые прозвучали на вебинаре. Это основные события, которые произошли между двумя средами, а потом уже будет более развернутый, расширенный вариант, который есть. Поэтому это всегда будет очень сжатое, компактное, но вся самая доступная информация, которая есть. Поэтому давайте, друзья, вернемся тогда к скоростной. Дайте ссылку на боевой листок. Ребята, он по всем чатам, по всем ресурсам на наших сайтах везде. То есть в любой ресурс, который зайдете, этот листок рассылается. Так вот, то, что связано с скоростной дорогой, с скоростной системой, что модуль изготавливается, делается, но по взаимодействию с властями Белоруссии, то есть вы помните, что один раз отказывало нам руководство области, потом были определенные переговоры с администрацией президента Лукашенко, было решение, потом было выделение земли. И после этого, опять по каким-то надуманным предлогам, буквально прямо перед Новым годом, ну, это все в происке Министерства транспорта в Белоруссии, лично министра транспорта, который является по разным причинам, просто личным врагом Скайвея. Соответственно, укрутилось одно слово сказать, но не буду я его сейчас так сказать, поэтому это его личное дело, но все, кто вот так вот рьяно и всегда выступают против Скайвея, это уже по опыту 18 лет, как я слежу за проектом, я могу сказать, обычно плохо заканчивает. Поэтому лучше нейтрально или никак. А говорить о том, что я враг, ну, я бы просто не советовал, потому что, ну, зачем, как говорится, выступать против того, что идет развитие цивилизации в развитии человечества. Ну, если ты не понимаешь, ну, сделай вид, что все это развивается. Ну, главное, друзья, это личное дело. Так вот, естественно, что сегодня чиновники стали ставить препятствия, даже исходя из таких, что Мин природы стало давать замечание о том, что там реликтовые леса и будет выпилено, видимо-невидимо, земли, лесов, что будет там нарушена экология, хотя это в 40 метрах от федеральной трассы, там в основном идет по болотам. Это все отголосы, это все отговорки, это все преследование других целей. И Юницкий, как вы помните, уже четкая позиция, что, ребята, если вы не помогаете, то хоть не мешайте. В данном случае, если начинается затягивание, у Юницкого одна позиция, что можно бесконечно долго ходить и пробивать лбом эту стену, а можно, друзья, сказать так же, как в Литве или как в свое время в России. Друзья, вы не хотите, это ваше дело. У нас нет времени и ресурсов для того, чтобы вам объяснять и пробивать трубом вашу непонятно выстроенную стену чиновничья. Поэтому сегодня есть несколько предложений по развитию именно скоростного направления. И буквально, я думаю, что в ближайшие дни Юницкий обозначат, где будет принято решение. Я знаю как минимум о трех участках, где уже не то, что ведутся переговоры, а где уже есть полное решение о выделении земли. Поэтому вот скоростное движение. И там будет еще и со связанными контрактами. То есть это еще и на себя будут не просто брать обязательства выделить землю, а и оплатить контракты, когда будет продемонстрировано. Но это все, друзья, по ходу развития. И поэтому решение, какое примет Юницкий, я думаю, что оно будет оптимальное. Именно там, где наиболее благоприятные условия. И с другой стороны, друзья, это изначально было понятно после того, как уничтожили полигон в Москве, в Подмосковье, в Озерах. После того, как завели уголовные дела, связанные с Литвой. Друзья, Skyway именно для нас как интернационального проекта, который сегодня инвесторы находятся в более чем 230 стран мира. Это фактически со всего земного шара. Для нас более безопасная будет система, если именно эко-технопарк будет разнесен в разных странах, в разных юридических схемах, в разных юридических чинениях. У нас сегодня есть четыре построенные трассы в Белоруссии. Там продемонстрировано уже огромное направление, которое уже сегодня включается в бизнес. Юницкий начал строить еще одну трассу. Мы тоже о ней поговорим, он тоже обозначил, что на Экофесте будет показана еще более легкая система, чем сегодня гибкая система. Это уже с использованием новых материалов. Все, что связано уже с углеволокном, где, как он показал, трасса будет чуть толще мобильного телефона, выдерживая все те же нагрузки. И пролеты могут быть до 7 километров, друзья. Это все будет строиться, естественно, все в Белоруссии. Там подготовлено производство, поэтому разговоров о том, что какие-то вещи или уходить в Белоруссии ни в коем случае нет. Если наоборот развивать и производственную базу, и развивать проекты, и все, что будет связано на проекты, связанные с Европой, Восточной Европой, СНГ, все это будет изготавливаться в Белоруссии. Но, друзья, с одной оговоркой, если эти горе-чиновники не будут мешать и не будут ставить палки в колеса, и где не будет просто вымогательства и откровенного шантажа, если такие вещи дальше будут происходить, то я абсолютно уверен, что Skyway уйдет в том числе из Белоруссии. И мы, опять же, если возвращаться к Литве, мы сейчас очень дружим, я вам говорил, и с мэром Шоуляя, где у нас выделялась земля, и с пастором церкви, который сегодня приезжает на все наши вебинары, вы представляете, пастор Шоуляя, основной, кто там в конфессии, он всегда приезжает, передает нам большой привет от мэра, передает пожелания от инвесторов, он говорит, мы-то ни в чем, наоборот, в проект верим, мы помогаем и делаем. То есть то, что были большие политические игры, и проект не пошел в Литве, но, опять же, Юницкий говорит, слава Богу, представляете, если бы мы построили, вышли на испытания, и после этого бы произошли эти, и нам пришлось уходить уже, бросая огромную выполненную работу, то, слава Богу, сейчас в Белоруссии этого нет. Но зарекаться вперед или говорить о том, что у чиновников, у этих, хватит мозгов для того, чтобы остановить это в Белоруссии, никто исключать такой момент не будет. Естественно, что мы идем на контакт, стараемся сделать максимум, чтобы этого не произошло, но исключать в наш сложный век ничего невозможно. Поэтому один принцип, который сегодня принимается и делается, это идти туда, где SkyWay радует, где он необходим, где дают наиболее благоприятные условия. И, опять же, очень сегодня серьезно сделаны наработки, что таких предложений и не один, и даже не два, и даже не три. И, естественно, что это намного лучше, чем... Сергей, скажите, адресные проекты будут так же долго строиться, как демонстрационная площадка, или там уже будет как-то отложен их один постройку? Понимаете, сегодня идет отработка науки, сегодня идет отработка построения. А если разобраться, само строительство, вот элементы, сделаю небольшое отвлечение, ну, сразу с тем, что новое, сказал Юницкий. Когда строилась легкая система, помните, амперные опоры, так там сами опоры, первая опора монтировалась полтора часа, а вторая опора монтировалась 20 минут. Поэтому больше вопросы уходят на согласование, на отработку и так далее, чем на само строительство. А сейчас вот начнет строиться легкая, опять же, друзья, вы говорите по срокам. Сегодня у нас 21 марта. До Экофеста осталось апрель, май, июнь, июль, ну, там чуть больше 4 месяцев. И еще даже не начато строиться, а только Юницкий объявил, что я покажу новую трассу с пролетами опять 400 метров, уже с путевой структурой, не струнной, ну, в основе не струнной технологии, а струнной уже с углеволокном. Соответственно, через 4 месяца это будет уже построено. Друзья, если вы мне скажете, что для экспериментальных трасс это очень долго, но выглядите выкопо, смотрите, как сегодня идет строительство мостов или строительство дорог по существующим технологиям. Поэтому, по сути дела, само строительство идет очень быстро. Долго идут только согласования и разрешительные моменты. Еще очень, как мы затронули эту тему, вы помните, для меня это особенно, друзья, лично очень приятно. И в общем, момент, что мы обсуждали с Юницким меньше полугода назад, вопрос о том, что строительство в горных районах труднодоступно, что надо разрабатывать свою систему уже летающих кранов, то есть своих систем роботов, которые будут. И я даже на одном из вебинаров знал, что ребята на Экофесте есть мысль о том, что есть задулька, что можно показать летающих роботов. И такое направление есть. Буквально некоторое время назад Юницкий, где-то месяц назад, сказал, что эта работа идет полным ходом и эти роботы уже в испытаниях. Ну а в этом репортаже он обозначил, что да, как звено технологии строительства. И это как раз идет с увязки уже с швейцарским проектом, потому что там надо в двух местах переходить будет через ущелье. И там построить технологическую дорогу доставки компонентов будет дороже, во много раз дороже, чем строительство самой дороги. А там надо просто поставить на хребте гор анкерную опору. И вот эту работу как раз будут выполнять наши летающие роботы, дроны. И Юницкий, как всегда, разработал уникальнейшие, то есть аналогов этих дронов в мире сегодня нет. Идет активное сейчас уже изготовление и испытание элементов. И опять же тут, друзья, эта техника 100% сказать нельзя, но есть определенная уверенность. И опять же, друзья, заметьте ответственность, что легче было не говорить о том, что мы готовим этих дронов, зачем говорить, а просто приедете и увидите на Экофесте. Но для того, чтобы понимать значимость этой работы, понимать увязку, что это не просто отвлечение ресурсов, не просто отвлечение инженерной мысли, а это изготовление ряда технологической цепочки, которая идет от изготовления до строительства в труднодоступных местах, мы увязываем и об этом говорим. Поэтому, друзья, это опять лишняя ответственность на Юницком, как генеральном конструкторе, о том, что приходится многие вещи обозначать раньше, чем они реально могут быть продемонстрированы. Понимаете, какую ответственность он на себя берет? Потому что техника есть техника. Могут происходить, а еще есть человеческий фактор. Может происходить сбой в изготовлении, может происходить технологический сбой в испытаниях. Это все техника. Но, друзья, так как Юницкий это продекларировал, и мы сейчас говорим, что еще раз он на себя берет опять в очередной раз огромную ответственность как инженер, обозначая всем нам как партнеров, что он сегодня делает. Естественно, что понимая, что изготовление таких роботов – это технологическая цепочка, и когда это пойдет, мы можем эти трассы расставлять в Швейцарии просто с колоссальной скоростью, потому что никто не сможет доставлять части анкерных опор на хребты, там устанавливать, после этого натягивать дорогу. И мы можем без технологической оснастки, без дополнительных затрат вести строительство на больших переходах. Это уникальнейшая вещь, друзья, просто уникальнейшая. И для того, чтобы мы с вами это понимали, эта информация раскрывается чуть дальше. И я очень надеюсь, я абсолютно уверен в Юницком как инженере, как организаторе, как генеральном конструкторе о том, что если он сейчас сказал, что идет испытание и подготовка, то это будет сделано. Единственное, так, друзья, помните, перед прошлым экофестом, сможем ли мы увидеть этого робота в работе, то есть именно когда соберется народ, чтобы он и там, вот это, друзья, уже не требуете. То есть естественно, что все испытания, все будет заснято, это все будет показано на роликах, но если мы в прошлый раз с большим трудом смогли пробить при таком количестве народа, когда можно было эксплуатировать и показать движущиеся юнибайки, юнибусы, то сейчас летающего дрона, я даже боюсь предположить, друзья, сможем нету. Но во всяком случае, то, что мы его самого живьем увидим, это точно. Мы увидим все испытания, которые есть. И второй очень важный момент, обязательно задают вопросы, можно будет ли прокатиться. Вот в этот раз я могу сказать, и на юнибайке, и на юнибусе будет организован специальный процесс, потому что это уже разрешено, это уже засортифицировано, это уже будет специально, что каждый может почувствовать уже себя пассажиром Skyway. А мы с вами еще и те, кто его создает. Ну, вот видите, это я сейчас в плане комментариев того, что Юницкий нам несколько обозначил в той информации, которую он довел. Что еще могу сказать, что, друзья, основные новости, которые действительно имеют огромное значение для развития проекта, они нас еще только ожидают впереди. Поэтому я, как всегда, могу только обозначить, что ждите, друзья, очень интересных новостей. И буквально несколько слов бы хотел остановиться все-таки на смене этапа. Друзья, на 11 апреля назначена смена этапа. Это всегда для развития компании очень важный момент. Это прежде всего декларация о том, что выполнены предыдущие этапы. Второй – это определенная ответственность то, что берется на 11 этап, потому что вы видели, какой отчет компания дала о том, что проделано в 10 этапе. Я могу сказать, что когда это вместе все читаешь и понимаешь, объем колоссальной выполненной работы, от себя могу добавить, что очень многое туда не попало. И я просто могу добавить, что объем работы делается, ну, на порядок это в 10 раз не скажешь, но в разы больше, чем реально можно показать о том, что обозначается. Хотя бы вот из того примера, вот тоже у меня тут был буквально на конференции спор о том, что Юницкий обозначил, что мы делаем свой электромобиль, особенно электромобиль, который комбинирован с инвалидными колясками. И вот мне задают вопрос, а зачем мы же скайведиваем, зачем нам делать эти автомобили, и вообще надо ли об этом говорить? И понятно, что человек, который задает такой вопрос, это и от техники, и от развития просто очень далекий. Потому что, друзья, изготовление сегодня готовых изделий, это прежде всего технологически инженерная сложная задача. И если сегодня и конструкторский коллектив, и коллектив инженеров, которые изготавливают, в состоянии исполнять такую задачу, то это прежде всего отработка технологий. Там используется во всех этих электромобилей для инвалидов, и то, что по системе «Кенгуру» туда будет монтироваться инвалидное кресло, где инвалид, ну, а их колясочников среди наших партнеров очень много. В Индии их вообще больше 20 миллионов человек. Это как пятая часть России, тех, кто сегодня на колясках. Соответственно, дать им шанс, чтобы они, перемещаясь на нашем скайвеевском кресле, могли также управлять потом автомобилем. А для нас, друзья, это отработка полностью и изготовление мотор-колеса, и систем управления, и система автоматизации, которая есть, и система взаимодействия между разными званиями. Поэтому это прежде всего огромный производственный инженерный опыт. Поэтому здесь, ну и третье, друзья, это уже самостоятельный бизнес, который будет приносить прибыль уже. То есть уже затраты на содержание и конструкторского инженера, они будут снизены, и мы как инвесторы Skyway можем уже больше ориентироваться на адресные проекты, больше ориентироваться на направления сопутствующие Skyway технологиям, которые сегодня есть. Поэтому это, друзья, все идет только в одну копилку. И сейчас ведутся активные переговоры с правительством Индии, Индонезии о том, что такие именно автомобили могут быть заказаны. И это единственное пока в мире уникальное направление, которое Юницкий делает именно с точки зрения сопутствующей технологии, которая будет помогать. Для КП это, конечно, очень полезно, для производства и для бизнеса, для нас это большой плюс. И опять же, друзья, еще раз скажу, что это отработка элементов, потому что такое кресло, оно будет вставать потом и в Юнибайк. Соответственно, это следующий этап востребованности взаимодействия между Аляской индивидуальной, потом креслом, которое едет по Юнибайку. Ну и, как вы помните, за что нас очень много тролля критикуют, это когда вы вообще не вставая со своего кресла, можете путешествовать по всей системе Транснет. Так вот, сегодня это отработка ее элементов, которая дальше будет давать такие возможности. Поэтому, друзья, исходя из того, что Юницкий сегодня нам обозначил и показал партнерам те горизонты работы, которые сегодня открываются, с учетом, что это было сделано прямо за один день в преддверии смены дисконта, это все как раз говорит, друзья, о том, что абсолютно уверены в том, что 10 этап выполнен и все задачи, которые ставили, реализованы, что те задачи, которые будут ставиться на 11 этап, они все достижимы и у нас для этого есть все ресурсы, все необходимы для выполнения. И, соответственно, мы, как вы понимаете, очень быстрыми темпами пойдем в закрытие уже там следующих этапов. А для нас это, друзья, уже и капитализация тех активов, которые у нас есть, и выход на новые горизонты уже именно по развитию проектов. Это, друзья, уже движение непосредственно как бизнес-структура. Поэтому, сколько адресных проектов начнутся строиться в этом году? Но, друзья, я не Кассандра и не пророк, не могу сказать, что ведутся переговоры и сейчас проработают десятки и десятки проектов. Поэтому какие-то начнутся строиться уже в этом году, какие-то будут проектироваться, выходить на следующий год. Это, друзья, скажем так, вопрос уже развития непосредственно производства и компании. Единственное, что по мере того, как формируются заказчики и формируется работа, этот процесс будет все ускоряться и ускоряться и ускоряться. Поэтому мы с Алексеем сейчас 9-10 апреля также планируем быть в Дубае. Там будут дальнейшие переговоры уже по работе именно блокчейн-платформы. Сейчас понимание о том, что и система управления внутренним блокчейном, то есть то, что технологическая основа, она будет разрабатывать, также будет закрытый код. Также сегодня идет проработка, значит, на чем сегодня мы активно работаем для запуска именно биржевой площадки и запуска адресных проектов уже на оцифрованном таком токенизированном виде. Это как раз тоже, друзья, видение того, что дальнейшее и развитие всех адресных проектов будет идти в отрасли. Это не значит, что это единственное и уникальное. Нет, друзья, сегодня уже идет проработка и сегодня уже используются абсолютно разные схемы финансирования и подготовка традиционных IPO, но это требует определенных усилий. Нельзя сказать, что проекты, которые сегодня запускаются, они в ближайший год выйдут на IPO. Это, друзья, конечно, хотелось бы, но это все-таки иллюзорные такие представления. IPO, оно требует определенных уже выполнения критериев, которые проект может заработать только за несколько лет успешной работы, потому что на IPO выходят только успешные проекты, те, которые могут отчитаться, показать, что сделаны и, соответственно, привлекать новых уже инвесторов под схему публичного размещения или акций, или облигаций, там, конвертированных акций. Эта схема, друзья, они тут тоже пытаются сказать, что мы никогда на IPO выходить не будем, это тоже, друзья, большая глупость. Мы будем использовать все инструменты по мере того, как будем готовиться и как будем готовы по мере работы. Сегодня то, что нам дает блокчейн-технология, то, что сегодня крипто-направление дает, это задача и подготовка на уже так называемые ICO, то есть размещение предложения по конкретным проектам. Мы к этому тоже готовимся и как раз это первое, что мы начнем отрабатывать. Первые пробные проекты по этой схеме мы планируем запустить уже июнь-июль этого года. Сама платформа до этого будет запущена еще раньше. И, соответственно, все силы предлагаем сейчас к тому, чтобы это направление запускать и на наш взгляд она, как уважаемый ВИЗ, не путайте ICO, а то читать таких, ну абсолютно. Нет, но мы вообще сейчас уже термин ICO не говорим, потому что система предложения коина сейчас уже обходит. Мы все используем сейчас только расчетный инструмент, токены, и ни в коем случае не идем сейчас ни в валютные соответствующие инструменты. Это все мы будем рассказывать, когда будем показывать, как будет работать проект уже платформы и как будет, соответственно, использовать этот механизм для привлечения инвесторов и инвестиций в проект SkyWay. Потому что здесь нельзя ни в коем случае противоставлять. Одно другому традиционный инструмент, который сегодня идет именно в бенчурной схеме, это доли, конвертируемые потом в акции, подкрепленные, подтвержденные интеллектуальной собственностью. Это, друзья, одна юридическая схема. Сегодня токенизация и использование расчетных инструментов, это совсем другая история, но все направлено, чтобы развивался проект. И все инструменты, которые сегодня нам можно использовать, мы их для этого используем. Поэтому, друзья, могу сказать, что если еще два слова сказать по нашему мероприятию, которое прошло в Праге, где мы собирали наших топ-экспертов и региональных лидеров, прошла очень серьезная учеба. Мы все сделали очень интересные усилия и оценку того, как мы собираемся развиваться дальше. Мы сделали это специально в преддверии именно и тех новостей, и тех смены дисконта, которые сейчас подходят. Но самое главное, это в преддверии тех задач, которые нам надо решать. И поэтому, естественно, что везде все переговоры сегодня, какие бы мы ни начинали, а я каждый сегодня, где провожу конференции, дальше уже идет общение с крупными инвесторами, с крупным бизнесом. Естественно, что следующий этап, который везде и всегда обсуждается, это запуск адресных проектов непосредственно в том или ином регионе. Это участие крупных бизнесменов в финансировании того или иного адресного проекта. Ну и сейчас уже еще одно такое направление, это уже совмещение с блокчейном стокенизацией, то есть, соответственно, уже построение первых элементов реальной цифровой экономики. И я могу сказать, друзья, что идем, идем мы полным ходом в этом направлении. Очень все непросто, потому что каждый шаг, он первый, нет опыта, имеется в виду, с кем можно проконсультироваться. Сегодня никто в такого рода проектах не проводил ни оцифровку, ни организацию, никто сегодня не делал взаимодействие между разными адресными проектами. И даже, вот смотрите, в рамках одного проекта, как мы начинаем обсуждать уже сегодня швейцарский проект, выпускаем уже элементы строительства с использованием летающих роботов. Это тоже отработка целого направления, которое тоже надо сейчас учитывать. А с учетом того, что уже и система управления этими дронами, она также закладывается на блокчейне, то это все действительно очень интересное и перспективное такое направление, которое сейчас двигается. Поэтому на следующей неделе Ратуль Эдуардович возвращается из, соответственно, Радских Эмиратов. Будет подготовка ряд встреч здесь, а потом уже выставка 9-10, по-моему, 11 апреля. Это уже выставка в Дубае, именно такой большой транспортный форум, где интерес к SkyWay будет очень и очень большой. Потому что сегодня все предварительные переговоры проведены, сегодня все партнеры, которые хотели участвовать в этом проекте, уже на той или иной стадии находятся на подписании документов. Поэтому сегодня это также очень и очень интересное и важное направление, которое действительно скоординирует и скорректирует вообще все развитие проекта SkyWay. Еще наши швейцарские друзья, когда мы были, они на Эко-технопарк решили не ехать, потому что все машины сейчас, кто по дороге на выставку сейчас, кто сейчас на технологической доработке, поэтому непосредственно ходовых испытаний в Эко-технопарке сейчас не ведется. Но производство мы с Алексеем не поехали в этот раз, потому что у нас были очень плотные уже как раз переговоры с подготовкой оцифровки уже непосредственно действующих участков SkyWay в Эко-технопарке. И мы уже прорабатывали очень много технологических моментов. Соответственно, впечатление, которое произвело производство на наших швейцарских партнеров, друзья, просто пересказать и рассказать невозможно. Потому что они говорят, что мы понимали, что речь идет о инновационной технологии, о инновационном производстве, но просто само производство, и даже вот мне Дэвид рассказывал, говорит, что я даже не представлял, как производятся эти модор-колеса, как это все делается, и что даже намагничивание магнитов на редкоземельных металлах происходит с такой сложной технологической, потому что там все измеряется, все делается, все это, ну и соответственно, там же очень много стендов, замеров, испытаний, поэтому впечатление, конечно, это все произойдет, очень так серьезно. Я говорю, ну давайте готовиться уже теперь к демонстрации непосредственно в Кантоне, уже запуску всех юридических документов и начало строительства. Я говорю, вот давайте, у нас задача, чтобы быть на начало строительства уже в этом году, а чтобы к следующему сезону уже быть готовым, так сказать, уже первые показатели, экономические показатели. Так, работа своих домов, а хватит нам производства еще для этого, Дмитрий. Но тут то, что сейчас готовится, друзья, все идет, это просто экспериментальное, мелкосерийное производство, но то, что закладывается сегодня вообще в основу технологии, это изначально, это ее масштабирование, потому что если сегодня мы получим десятки, сотни, тысячи заказов, а исполнить их можно в ближайшие 100 лет, то грош цена этой технологии, друзья, она должна очень так же быстро масштабироваться и развиваться, как будет развиваться на нее спрос. И, соответственно, сегодня закладка всей технологии, ну, понимаете, что если даже строительство идет с помощью роботов, то насколько это все будет технологично. Да, здесь по цене, то, что там монеты и по цене вопросов, друзья, я не уловил вопрос, поэтому не могу вам сейчас прокомментировать, либо что-то сказать, что за монета и как что-то покупалось, поэтому не буду сейчас на этом останавливаться. Поэтому, друзья, давайте теперь с точки зрения активной и популяризации, и развития проекта, то каждый сейчас из вас сможет и своим партнерам, и своим оппонентам, и своим, скажем, там, те, кто работают в наших структурах и продвигает проект сегодня, дать лишнюю аргументацию именно с точки зрения уверенности в проекте, который показывает действительно его развитие. И на сегодняшний момент, после, там, знаете, у меня даже уже не интересно обсуждать, или когда мне там, ну, я уже не раз говорил на наших вебинарах, когда мне там кто-нибудь или звонит, или скайп и говорит, вот я там три года наблюдаю за вашим проектом, у вас ничего не поменялось, это последнее, что я слышу, я сразу разговор обрываю, не трачу ни свое время, ни его время, вот, потому что это неинтересно обсуждать. Друзья, если два года назад мы только раз заговорили с Юницким о юнибайках, а сейчас уже не то, что они говорят, уже идут бизнес-процессы, то есть их уже изготовили, испытали, делаются, они возникли только, если, там, чуть, вы помните на вебинарах чуть больше, там, полугода назад, мы только первый раз произнесли слово дрон, там, начали обсуждать, делать, говорить, так сказать, вот, причем сегодня лучшие дроны в мире, там, возят до 400 килограмм, нету в мире дронов, которые сегодня могут работать как летающий кран в автоматическом режиме, перевозящий более тонны, нету сегодня таких, а юницкие это сразу закладывают, поэтому, если друзья, там, или буквально, сейчас не могу сказать, или 4 или 5 месяцев назад пришли ребята, которые занимаются углеродными материалами и углеволокном, и сегодня уже строится трасса с путевой структурой углеволокна, если, друзья, для вас что-то не меняется, значит, вы чем-то не тем в этой жизни занимаетесь или не туда смотрите. Та скорость изменения и то, что сегодня конструкторское бюро, нет ни одного чертежа, нет ни одной бумажки в документе обороты, это как раз говорит о том, что все от проектирования до изготовления, это все абсолютно уже автоматизированный проектный комплекс, и, друзья, когда это смотришь и видишь, ну нет больше сегодня в мире таких компаний, просто нет, поэтому со сменой, с переходом на очередной этап, друзья, это обозначение, что все цели и задачи, которые мы ставили до этого, выполнили, мы переходим на следующий этап, и мы берем на себя следующую ответственность, потому что я еще раз повторюсь, еще раз скажу, что каждый раз декларация на определенный этап это опять ответственность, и Юницкий уже сколько раз говорил, что, ну и вообще, говорит, когда придет то время, когда мы просто будем делать, а потом показывать и удивлять, ведь это же намного интереснее, когда снимаешь фильм, потом привлекаешь специалистов, и привозишь специалистов, и показываешь им, как этот дрон летает, как строят, а еще лучше сразу готовую трассу в Швейцарии, которую показывают, поэтому это, конечно, друзья, идеальные условия, но нам идеальных условий никто не давал, мы работаем с краудинвестингом, мы работаем с огромным количеством инвесторов и партнеров, и мы должны показывать, мы должны рассказывать, мы должны аргументировать по поводу того, как развивается компания, поэтому здесь, друзья, вы тоже понимаете, что очень много сейчас выдается информации, исходя из того, что мы партнеры, что надо видеть отчет, надо видеть сделанную работу, хотя, опять же, я говорю, тот 600 человек, коллектив, который сегодня работает в Минске, конечно, всей работы и всего многообразия того, что делают сегодня, представить и показать, соответственно, невозможно. Это, к слову, почему Юницкий выглядит несколько уставшим, друзья, потому что и огромнейшая ответственность, просто колоссальная ответственность, и огромная нагрузка с точки зрения инженерной и управленческой работы, потому что проведение тех результатов, которые мы в ближайшее время узнаем, это требует неимоверных усилий, именно уже как бизнесмена, как переговорщика, для того, что еще и летать, это не ближний свет, поэтому, когда по 2, а иногда 3 раза в месяц приходится летать в Индонезию, в Арабию или в Индию, это, конечно, друзья, тоже сама по себе очень большая нагрузка. Но удовлетворенность от работы есть. Юницкий так несколько засмеялся, он сказал, что, говорит, ну, когда ты робота увидишь, ты можешь в полном праве сказать, что это не то, что идея, а именно направление это ты указал о том, что взял. Потому что с Юнибайком, хоть мы с Алексеем и акцентировали внимание, но саму идею Юнибайка Юницкий высказывал и показывал еще 30 лет назад. А с роботами, которые сегодня, это чисто была умозрительная работа, когда мы отрабатывали управление на блокчейне и познакомились с одними ребятами, которые делают дронов для управления и экономики токена, который работает на блокчейне. Вот, соответственно, мы все у них посмотрели, и я, Анатолий Владимирович, задал вопрос. Анатолий Владимирович, мы тут смотрели, как на блокчейне дроны работают, а нам же тоже, по идее, надо строить через реки, через болото, в горах и так далее, и так далее. Может быть, нам посмотреть, как дроны, как что-то, что-то. Вот, Юницкий сказал, подумаем. Ну, и, как всегда, через некоторое время я выдал решение, а сейчас оно уже реализовывается. Это как раз с точки зрения постановки задач и реализации именно уже инженерной команды Юницкого. И сейчас я могу сказать, что... А, он такой... Вот, друзья, он тоже уже, как бы, так сказать, это... Опасно, у меня много информации, как бы, есть, но я просто не знаю, обозначал он это или нет. Нет, в этом репортаже он точно не говорил. Поэтому, скажем так, как всегда витиевато, друзья, что будет еще ряд таких бизнес-процессов и бизнес-интересных наработок уже на Экофесте, который Юницкий покажет, с применением струнных технологий. Вот, и будут некоторые уникальные такие вещи, которые невозможно сделать без струнных технологий. То есть, когда будем ближе к Экофесту, я думаю, что обозначится, что это такое. Но увидим мы там много, много чего и интересного, и уникального. И так как это еще будет завязано, мы сейчас со своей стороны готовим, что будет уже оцифровка работы подвижного состава. И будет еще уникальная вещь, когда помимо демонстрации именно инженерных технологических вопросов будет показана еще и работа, и экономика токена. То есть, как, соответственно, происходит процесс токенизации экономики параллельно движению подвижного состава. То есть, это тоже, друзья, настолько важная вещь вообще с точки зрения будущей оцифровки всей мировой экономики. И мы как раз первые такие модели также на Экофесте будем показывать. Это с точки зрения информатизации, еще раз говорю, оцифровки. Это, конечно, уникальная вещь. Так, давайте сейчас могу тогда чуть вопросы почитать, если есть что-то такое. Есть подвижки, пускай в правительстве у чиновников, я спрашиваю. Ну, может быть, какие-то подвижки есть, но я пока о них не знаю. Поэтому мы ведем переговоры, участвуем во всех форумах. Вот, что я могу сказать, будет в ближайшее время вот этот мировой форум по блокчейну по токенизации экономики, будем принимать там участие. А там будут все. Выступать будет помощник президента Глазьев Сергей Юрьевич, будет там Олег Берипаско. Ну, кто сегодня наиболее таки продвинутый? Будет Мардашов, Северсталь. Ну, то есть и бизнес, и чиновники. Будет Андрей Шаронов, это президент Сколкова. Вот, но это пока так больше мы даем сейчас ознакомительное. А мы, конечно, в Сочи, да, в Сочи будет 24 числа, но мы решили пока не принимать участие в Сочи. Там будет после этого форума еще будет Столыпинский форум. Я традиционно с ними, как бы там, с этим форумом общаюсь. И тоже будет, ну, если получится, может быть, даже что-то дадим в прямой эфир. То есть доклад как раз на тему SkyWay экономики, возможности экономики для России как русского прорыва и с учетом оцифровки и токенизации. Посмотрим. То есть пока это только предварительные разговоры, потому что мы все-таки больше, друзья, сейчас уже сосредоточены не на том, чтобы рассказывать чиновникам кому-то о том, что и как мы делаем, а больше уже на бизнес-процессах, потому что, друзья, самая большая для нас и реклама, и самое большое продвижение – это, друзья, адресные проекты. Поэтому можно бесконечно проводить конференции, рассказывать, а можно начать строить проект в Сен-Бордино, Бен-Берданино и, соответственно, показывать уже строящийся, а потом действующий проект. Это, друзья, лучше всякого пиара. И, конечно, любой проект, который сейчас начнется в ближайшее время, который уже перейдет в стадию строительства, это и будет, друзья, наша визитная карточка. Хотя Алексей ввел очень такую формулу, я сначала к ней отнесся несколько скептически, потому что, по сути, она мне так казалась не совсем правильно. А сейчас пользуюсь ей, друзья, в самом таком, я бы сказал, жестком виде, когда Алексей в Челябинской конференции, когда первый раз рассказывал о токенизации для нового сообщества тех, кто работает в блокчейне, он начал с демонстрации технологий, включил ролики, показал испытания, показал производство, показал, с чего начиналось, к чему сейчас пришли, а дальше задал вопрос. Ребята, для кого технологии не существуют, и для вас это мало аргументов, встали и ушли, нам нечего тратить время, ни ваше, ни мое. Поэтому до свидания, мы просто с вами находимся в разных вещах, идите, доказывайте, рассказывайте что-то, потому что я больше не буду доказывать, что технологии существуют, потому что те, кто видел, те увидел. А, соответственно, больше не буду слушать возражений, потому что, ну что рассказывать с идиотами, если ты видишь и не веришь в свои глаза. Все, на этом тема закрывается, и дальше начинается уже работа только с теми, кто готов воспринимать технологию, кто готов думать. Поэтому я сначала, ну, несколько думаю так жестко, что это вот молодые так могут себе позволить. А с другой стороны, друзья, времени сегодня катастрофически не хватает. Сегодня та информация, которая расходится, она настолько сжата, и показывать и рассказывать очевидные вещи, друзья, просто сегодня нет ни времени, ни возможности, ни желания. У нас с вами, друзья, сейчас идет уникальный момент, что когда мы переходим на 11 этап, первый, кто не знает, что это такое, спрашивает, а почему 11-й что было? И здесь как раз, друзьям, как раз можно показать. Ребята, в 13-м году первый этап, когда не было ничего, ни конструкторского бюро, не было земли, не было производства, не было контрактов, не было заказов, не было ничего. Но, это нельзя сказать, что начинали с нуля. Было 45 лет наработки Юницкого интеллектуальной собственности, была команда, которая работала уже не первый раз, запуская испытательные полигоны, которая прошла определенный этап, и сегодня есть определенные наработки. Но, как швейцарцам Юницкий в этот раз сказал, что два с половиной года назад единственным сотрудником конструкторского бюро в Минске был сам Юницкий. Это, друзья, два с половиной года назад, сегодня это 600 человек. Это крупнейшее инженерное подразделение, но я могу сказать, если не только в Европе, но, наверное, и в мировых масштабах. А те задачи, которые она решает параллельно, то есть вы сами посчитайте, что если сегодня спроектировано и показано уже 4 разновидности подвижного состава и трассы, сегодня проектируется и скоростная на 500 километров в час и на 200 миллионов тонн пассажирской трассы. Представляете, сколько это, такую работу выполняет в таких концернах, как Сименс, допустим, или российские железные дороги. Это работают десятки тысяч инженеров, конструкторов и так далее. А то, что это выполняется такими силами и настолько эффективно, это как раз, друзья, и показывает инновационность технологии. Так, Олег, не 45, а 40, но вообще-то Юницкий занимается этой технологией, он сказал, что 50 лет, и вот сейчас будет фильм, который выходит, поэтому Юницкий занимается всю жизнь Skyway, поэтому тут говорить 40, 45 или 50, я бы, так сказать, не договорил. Это если Олег имеется в виду не 45, а 40. Так, ну что, друзья, давайте, в общем-то, у нас очень такой сегодня, я считаю, благоприятный вебинар, потому что те новости, которые сегодня надо комментировать и доносить, они, конечно, крайне радуют, что, друзья, акцентирую внимание, мне уже задавали вопросы, что будет ли продление, ну, как, не то, что привыкли, а как всегда, что до 11 апреля, а потом еще будет продлена, сразу, друзья, могу сказать, и привыкайте к тому, никакого продления не будет. Объявили, что 11 числа 23.59 будет закрыт 10 этап, и прошу к этому отнестись теперь абсолютно спокойно, есть время, до 11 апреля еще достаточно времени, чтобы сработать со всеми новичками, довести до всех партнеров, до тех спящих, тех сомневающихся, провести работу, и чтобы к 11 апреля успеть совершить все и платежи, и это самое главное. Поэтому, друзья, мы это объявляем и заранее все-таки, и просим относиться. И когда нам в последний день или в последнюю ночь начинают говорить, кто-то там не успел, кто-то, конечно, пытаемся пойти навстречу, но это, друзья, в принципе, в корне неправильно. Поэтому давайте подходить к тому, что 23.59, 11 апреля очередной этап будет закрыт. И, соответственно, мы перейдем в новый этап и будем, так сказать, это... Осталось только добавить, что, друзья, будут сюрпризы. Так что готовьтесь, будет еще очень и очень действительно тех новостей, которые демонстрируют и показывают, что проект развивается. Мы ждем очень больших новостей сегодня из Индии, Индонезии, где сейчас Виктор Бабурин. Ждем Анатолия Дуановича из Эмиратов. Мы надеемся, что к тому времени у нас будет что-то от наших швейцарских друзей по Швейцарии, по Аргентине. Будут там интересные переговоры уже с непосредственно нашими партнерами по продвижению блокчейн-платформы. К этому времени обязательно запустится сайт и пойдет уже информация именно по развитию оцифровки и токенизации. То есть это все, друзья, также будет в рамках... Ну и кто внимательно читал планы на одиннадцатый этап, ну даже на десятый этап, что там указано, что работа, связанная с токенизацией, также очень активно проводится. Это тоже то дополнительное, что еще в тринадцатом году и в этапе, когда предусматривался этот меморандум, который сейчас делается, это направление даже не закладывалось. Поэтому здесь тоже, друзья, очень-очень серьезный подвижник. Так, ну все, друзья, давайте тогда, так сказать, Спартак. Спартак, значит, у нас постоянно идет по Краснодарской администрации, я вот сейчас только прилетел. Я думаю, что я завтра или послезавтра свяжусь по просьбе с представителями Краснодарской администрации и мы там наметим, какие адресные проекты, может быть, у нас, может быть, просто сейчас вот власть. Ну, во-первых, я говорю, чуть-чуть приболел тут со всеми теми, но и нагрузка была все-таки связана. Я думаю, что за эти дни обязательно сделаем. Ну все, друзья, давайте двигаться дальше. Как всегда у нас строй Skyway, спасай планету. Это важный, самый главный для нас словом. Мы объединяем мир этого вопроса, уже связанный именно с оцифровкой блокчейном. И после запуска сайта, надеюсь, что на следующем вебинаре мы дадим вам еще один очень важный сленг, очень важный девиз, который есть уже у технологии. То есть мы его, Анатолий Доварович, озвучили. Он активно его поддержал, сказал, что он согласен. Не буду, друзья, о нем говорить, вы его увидите на сайте, именно сайте платформы. И дальше, я думаю, что вы поймете, о чем я говорил, потому что более точно выразить то, что мы сегодня делаем, то, что делает инженерная школа Анатолия Доваровича Юницкого, просто не скажешь. Так что, друзья, скажем так, создадим маленькую интригу, а увидите сами, когда официально запустится сайт. Все, друзья, благодарю за внимание, благодарю за работу, которую мы делаем, за те этапы, которые мы с вами уже прошли. Все-таки 10 этапов, друзья, это большой путь, это огромный путь. Но это только-только начало. Когда мы с нашими европейскими лидерами встречались, то, когда было приветственное слово, то я сказал, что, друзья, мы живем и работаем по логике горизонта целей. То есть, когда мы доходим до поставленных целей изначально, это не значит, что мы их достигли, и это предел, а открываются следующие горизонты. И вот по такой логике мы всегда движемся, открывая постоянно новые и новые горизонты. Поэтому у нас с вами 11 этап, 12, потом закрытие 15, потом закрытие входа в корневую, а потом, друзья, адресные проекты. Это будет интереснейшая работа, это будет интереснейший этап. И он, друзья, не за горами, когда мы с вами будем уже в рамках новостей и в рамках наших вебинаров будем объяснять и рассказывать те или иные адресные проекты, их перспективность, их востребованность. То есть, это, друзья, та работа, которую я жду и которую я буду делать с очень-очень большим интересом и большим профессионализм. Потому что рассказать о тех проектах, которые мы будем запускать, друзья, это крайне важная и крайне необходимая информация. А для нас уже, друзья, как профессиональных инвесторов, потому что к этому времени, обладая инвестиционными пакетами, которые у каждого из вас сегодня исчисляются десятками, сотнями, тысяч, а у некоторых миллионами и десятками миллионов долларов, то это, друзья, уже будет профессиональная работа и мы с вами будем и создавать трастовые фонды, то есть, когда это передавать и инвестировать в адресные проекты и создавать уже специализированные компании, куда можно будет входить как инвесторам Skyway на очень привилегированных условиях. Все это, друзья, впереди и это не такое далекое будущее, друзья, это то, что нас ближайшее ожидает. И после Экофеста вот мы с вами уже будем намечать, друзья, совсем-совсем другие горизонты. И как на прошлом Экофесте, когда я говорил, что я о многих вещах уже тогда знал, я вам говорил, что я хочу уже увидеть следующий Экофест. Вот, поэтому, друзья, пока я не могу даже представить, что у нас будет через год, то есть, через Экофест. Все, друзья, давайте, всего доброго. Строй Skyway. Строй Skyway.